Рычаги в технике быту и природе. Правило равновесия рычага или правило моментов лежит в основе действия различного рода инструментов и устройств, применяемых в технике быту там, где требуется выигрыш в силе или в пути. Выигрыш в силе мы имеем при работе с ножницами. Ножницы это рычаг, ось вращения которого проходит через винт, соединяющий обе половины ножниц. Действующей силой F1 является мускульная сила руки человека, сжимающего ножницы. Противодействующая сила F2 – сила сопротивления того материала, который режут ножницами. В зависимости от назначения ножниц их устройство бывает различным. Конторские ножницы, предназначенные для резки бумаги, имеют длинные лезвия почти такой же длинной ручки. Для резки бумаги не требуется большой силы, а длинным лезвием удобнее резать по прямой линии. Ножницы для резки листового металла имеют ручки гораздо длиннее лезвий, так как сила сопротивления металла велика, и для ее уравновешивания плечо действующей силы приходится значительно увеличивать. Еще больше разница между длиной ручек и расстоянием режущей части от оси вращения в кусачках, предназначенных для перекусывания проволоки. Рычаги различного вида имеются у многих машин, а ручка швейной машины, педаль или ручной тормоз велосипеда, педаль автомобиля и трактора, клавиши, пианино – все это примеры рычагов, используемых в данных машинах и инструментах. Примеры применения рычагов – это рукоятки тисков, рычаг сверлильного станка и так далее. На принципе рычага основано действие и рычажных весов. Учебные весы, изображенные на рисунке 48, действуют как равноплечий рычаг. Устройства весов для взвешивания грузовых автомобилей и вагонов также основно направили рычага. Рычаги встречаются также в разных частях тела животных и человека. Это, например, конечно, челюсти. Много рычагов можно указать в теле насекомых, птиц, в строении растений. Например, тычинки цветка шалфея представляют собой своеобразные рычаги. От оси тычинок отходят два плеча – длинная и короткая. На конце длинного изогнутого, как коромысла плеча, висит пыльцевой мешочек, а короткое плечо сплющено, оно закрывает вход в глубину цветка, где находится нектар. Шмель, пытаясь дотянуться до нектара, обязательно задевает короткое плечо. При этом длинное плечо опускается, осыпая спинку шмеля пыльцой. А шмель летит дальше, касается рыльца пестика нового цветка и опуяет его.